здравствуйте друзья в этом видео мы с вами разберем решение 17 задачи из егэ по информатике данные условия я взял из демо варианта 18 года традиционно 17 задача решается с помощью кругов фейлера по условиям задачи вам необходимо определить сколько ключевых слов у вас есть в данном случае мы имеем только три слова это бабочка гусеница и трактор то есть больше слов у нас нет также анализируя имеющиеся запросы вам нужно попытаться понять все ли запросы у вас будут иметь пересечения и анализируя запросы мы с вами видим что нету страниц где встречается трактор и бабочка одновременно поэтому мы с вами должны сделать рисунок где эти две области не пересекаются то есть трактор я поставлю здесь а бабочку здесь в серединке у нас будет гусеница и того мы имеем 5 областей область 1 это только трактор область 2 это где трактор и гусеница область номер 3 это где есть только гусеница и нету трактора и бабочки область номер 4 это где есть гусеница и бабочка и область номер 5 это область где есть только бабочка и далее составляем уравнение по запросу номер 1 выписываем все области входящие в кружочек бабочка это получается сумма областей 4 5 равняется 22 страницы. Следующий запрос номер 2. Выписываем все области, которые входят в кружочек гусеницы. Это сумма второй, третий и четвертой областей. И она равняется 40. Третий запрос трактор. Это сумма первой и второй области. Равняется 24. Далее. Трактор или бабочка или гусеница. Или это значит объединение областей. То есть, смотрите, к примеру, мы берем первую область трактора. В нее входят области 1 и 2. Мы к ним добавляем области, которые есть в гусенице и которых еще не было. То есть, например, область 2 я не пишу дважды. Я добавляю 3 и 4. И добавляю еще области из бабочки, тех, которых не было. То есть, это только область 5. Когда вы встречаете или, вам нужно брать все области, которые входят в один или тот кружочек. Ну, или в данном нашем случае в три кружочка. Итак, сумма этих областей будет равняться 66. Пятый запрос. Трактор и гусеница. То есть, вам нужно найти область, в которой присутствует одновременно трактор и гусеница. Это только область номер 2. И последний шестой запрос мы с вами никак не записываем в виде уравнения. Данный запрос нам помог только определиться с видом рисунка областей. Главный вопрос задачи требует от нас, чтобы мы нашли область, где есть бабочка и гусеница. То есть, нам необходимо найти область номер 4. Итак, давайте анализировать наше уравнение. Смотрите, если сложить области 4 и 5 с областями 1 и 2, мы получим все области, кроме третьей. Но мы также знаем, сколько будет сумма всех областей. То есть, нам можно из вот этой строчки вычесть сумму этих двух строк. То есть, мы из 66 вычитаем значение 4 и 5 области и вычитаем значение 1 и 2. Итого мы получаем 20, что соответствует третьей области. И смотрите, зная вторую область и третью, мы с вами можем легко определить четвертую. То есть, все, что нам нужно, это из 40 отнять область номер 2, то есть 12, и область номер 3, то есть 20. Итого мы получаем ответ на данную задачу. Это число 8. На этом наш разбор закончен. Спасибо за внимание. Всего доброго.